На спуске улицы Пушкина к Амурскому бульвару, возле крыльца арбитражного суда Дальневосточного округа, припаркованный самосвал откатился назад и повредил четыре стоящие за ним иномарки. В ходе разбирательства выяснилось, что шофер грузовика лишен прав, а на автомобиль нет страховки. Повреждены оказались «Алеон» и «Хайлюкс» сотрудников суда и еще две другие машины «Крета», случайного человека и Марк 2, 25-летнего хабаровчанина, который живет в соседнем доме. В суде с лета идет ремонт, сейчас занимаются отделкой фасада. Водитель Ниссана Дизель приехал сюда, чтобы вывести строительный мусор. Мужчина 1983 года рождения припарковался у обочины как можно ближе к месту погрузки. Полицейских и потерпевших он уверял, что самосвал на стояночный тормоз поставил. Тем не менее, когда шофера не было в кабине, тяжелый автомобиль заскользил вниз и собрал в кучу стоящие машины. Водитель грузовика, получивший права в 2005 году, уверял, что дело было в утреннем гололюде. Когда его рабочая машина начала движение задним ходом, он ничего не смог предпринять. Как нельзя было притормозить, машина стояла, грузилась. Он меня грузил. Она стояла на парковке, на ручнике, и все. Просто меня грузили, и он по обочине скатился потихонечку, и все. Там ничего сделать, как на санях просто скатился, и все. Даже если бы у виновника аварии был полис ОСАГО, не факт, что лимита страховки хватило бы для возмещения убытков сразу четырех автомобилистов. Работал шофер самосвала, не имея на руках водительских прав. После окончания срока лишения он не сдал экзамен в ГИБДД и, соответственно, не смог забрать документы. Потерпевшие раздумывают, кому адресовать претензии – тихому нарушителю или компании, в которой работает такой сотрудник. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов. Продолжение следует...